Ямы по коленам. Кировчане продолжают жаловаться на дороги. Компания по ремонту в самом разгаре, но не все проблемные участки попали в список. Где ездить невозможно, а пройти пешком – настоящее испытание. Расскажет Наталья Бакирина. На проезжей части улицы Грибоедова в районе 54-го дома в пору разводить лягушек, шутят местные жители. Ямы такой глубины, что в них почти полностью скрываются колеса большегрузов. Дмитрий Иванов живет в этом районе три года. За это время дорогу, говорит, ни разу не делали. В этом году жителям пообещали ямы засыпать щебенкой. На подъездах висели объявления. Правда, кто именно обещал людям ремонт, они так и не поняли. Там объявления в домах висели, что якобы в мае должны все исправить. И вот сами видите, до сих пор никаких исправлений нет, невозможно ездить. Ну и особенно весной тут вообще бывает битва. Просто вот дерутся, разъехаться не могут. Бампера отрывают. Чтобы объехать дорожные ловушки, автомобилисты проявляют мастерство фигурного вождения. Правда, не попасть в яму все равно нереально. Проблема с дорогой и во дворе жилого дома на Народной 13. Жители пожаловались, что коммунальщики провели раскопки, латали трубы, но территорию в порядок не привели. В итоге людям приходится передвигаться по двору перебежками. А в дождь из дома вообще лучше не выходить, говорит Владимир Шабалин. Не закапывают, оставляют брошенными колодцы, после них остается грязь. Невозможно пройти, подойти к дому. Хоть сапоги одевай и выходи на асфальт, а потом переобувайся. Придомовую территорию жителям обещали сделать в этом году. Пришел ответ из администрации. Но ничего не меняется. Люди решили написать еще одно письмо в мэрию, но уже с другими фамилиями, от этого же адресата. Ответ пришел, но настроение от него не поднялось. Планироваться выполнить за счет инвестиционной программы 2019-2020 год. При наличии источника финансирования работы. Жителям остается ждать или приводить двор в порядок своими силами. Если средства это не выделят, ремонта здесь не предвидится. Наталья Бакерина, Данил Кочкин, Бюро новостей Довича.